Добрый вечер и итоговый выпуск новостей в эфире Тагил ТВ в студии Алла Кузнецова. Я и мои коллеги готовы рассказать о событиях вторника. Вначале коротко о главных темах. Инициативу тагильчан рубят на корню. Жители Рудника решили построить на месте свалки детскую игровую площадку своими силами. Почему это оказалось невозможным и кто против доброй воли горожан? Жители вагонки задыхаются. Виной тому невыхлопные газы или смок от цветущей деревья. Как спастись от нашествия пуха и когда старые тополя будут вырубать? Спецодежду сменили на вечерние костюмы в преддверии профессионального праздника. На НТМК награждают лучших металлургов. Кого и за что чествовали на комбинате сегодня. А теперь обо всем по порядку. Инициативу тагильчан рубят на корню. Жители территориального общественного самоуправления Звездной решили возвести на месте свалки детскую игровую площадку. Убрали мусор, засыпали место щебнем. Хотели оформить документы, но из управления архитектуры пришел отказ в строительстве игровой зоны. Кто решил отстоять инициативу тагильчан и будет ли подстроена площадка? Анна Кизилова расскажет. Саша, что ты здесь хочешь, чтобы было? Качель, карусель, горки. А сейчас тебе играть есть где? Нет. В детской площадке на всю округу ни одной нет. Ребятишки то звездные, то на руднике вынуждены играть на обочинах дорог или в огороде. Несколько месяцев назад активисты общественного самоуправления решили на месте свалки сделать игровую зону. Собрались на субботник и очистили территорию от мусора, камней и спилинных деревьев. Нет. Играть абсолютно им негде детей. В каждом дворе почти по два ребенка. И мы нуждаемся в этой площадке. Мы трудились здесь с детьми. Вот старшая дочь у меня здесь помогала как за взрослую. Мы тут много очень мусора собрали. Здесь была большая свалка мусора. И никому она не была не нужна. Когда мы объезжали район, то есть она всегда у нас смотрелась неприглядно. То есть была свалка. ТОС звездный организовал вывозку мусора. То есть у нас помощь от района, конечно, есть. Вот видите, мы и щебень завезли, и что тут было? Мы вывезли очень много мусора. 430 мешков мусора. Здесь была большущая свалка. Теперь на месте свалки небольшая площадка. Самое время начать строительство. Перед установкой игровых форм жители решили оформить этот участок земли по закону. Сделали запрос в БТИ. Оттуда пришел ответ, что с этой землей никаких сделок последние 10 лет не было. Дом, который здесь когда-то стоял, снесен еще в 2004 году. Жители ТОСа написали письмо в управление архитектуры с просьбой закрепить этот участок земли за ними и разрешить на этом месте возвести детскую площадку. Нам пришел отказ. Земельный участок будет выставляться на торги для индивидуального жилищного строительства, ввиду чего исключается возможность его использования по детскую игровую площадку. Сейчас жители обратились за помощью к депутатам. Они уже написали письмо в городскую думу. Действительно, ситуация достаточно сложная. Мы сейчас на контроль в городской думе взяли этот вопрос. Конечно же, надо строить площадки. Тем более, если собственники готовы заплатить деньги за эту площадку, администрация должна идти навстречу и выделять эти земельные участки. По нашей информации, на сегодняшний день эту площадку выставили на аукцион для продажи земли. За любую детскую площадку, говорит Александр Маслов, кто-то должен нести ответственность. У нее должен быть собственник, который бы отвечал за безопасность установленных конструкций. Эти моменты, к сожалению, поясняет председатель думы, сейчас должным образом не отрегулированы. Но, тем не менее, народные избранники намерены рассмотреть этот вопрос на заседании думы в начале осени. Нас хотели выставить в Дню города, мы хотели площадку в Дню города построить. Привезли лес вот уже вот, как бы для строительства, но не разрешают. Значит, получается так, что дети пусть продолжают играть у нас на дорогах, да, а мы будем продавать этот земельный участок. Анна Кизилова, Александр Штраух, Анатолий Тютин, Новости ТГИЛ-ТВ. Жители вагонки задыхаются, виной тому не выхлопные газы или смог, а цветущие деревья. Что за растения отравляют жизнь тагильчанами, как от них спастись, выясняла Ольга Шульга. Смотрите, сколько это есть. Это еще и сбилось. А тут же все было, вот эти грузи белые, мы невозможно было ходить. Причина возмущения – тополиный пух. Вот уже пять лет он отравляет жизнь жителям 67-го дома на улице Зари. Именно столько старые деревья в огромном количестве рассыпают свои семена на всю округу. Как вот начинается это цветение, и считайте, полтора месяца пух цветет, цветет. Просто, видите, мы недалеко же, наш дом, сколько метров. Просто задыхаемся от этого пуха. Балкон нельзя открыть. Причем в этом году, говорят жители, о падении пуха продлилось на рекордный срок – до середины июля. Не помогли даже недавние грозы. Белые гроздья на деревьях висят до сих пор. Я здоровый человек, и то я задыхаюсь, а как больные. У нас же есть больные люди еще. Есть старики в возрасте, которые тоже уже страдают. Слабое здоровье. Это же ненормально. Страдают от нашествия пуха не только пожилые люди, но и дети. Злополучные тополя находятся на территории реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Там дети немножко гуляют. И то они боятся этого пуха. Вот только, как я смотрю в окно, они вот так, чтобы пух не летел на лицо. Понимаете? А вот так, если выскочить, дитё есть дитё. Когда жарко, когда было жарко, они вообще не выходили. Причем больше всего страдают дети с бронхолегочными заболеваниями. И таких в реабилитационном центре порядка 20%. У нас есть решетки на окнах, сеточки такие. Плюс влажная уборка не менее чем два раза в день на этот период. Плюс, конечно, если для других детей массовые мероприятия на улице, то для этих детей мы их стараемся не выводить на улицу в этот момент на массовые мероприятия. Как нам пояснили в администрации города, очередь до этих тополей в этом году уже вряд ли дойдет. Первый очередной спил деревьев был организован на центральных улицах. Существует в городе программа по комплексам благоустройства города до 2015 года. Мы уже практически мультипальный заказ по подрезке валки-тополей выполнили уже. Осталось от этого строя маленько, потому что они позже начали работать, чем те остальные. Вглубь дворовых территорий для валки деревьев планируется зайти, но уже на следующий год. Ольга Шульга, Александр Штраух, Игорь Игошин. Новости Тагил-ТВ. Новый отопительный сезон под угрозой срыва. Двиной тому долги потребителей. Тагильчане вовремя не оплачивают коммунальные услуги. За месяц произошел рост задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на 16,4 миллиона рублей. В том числе за коммунальные услуги 7,8 миллиона рублей. Это при всем при том, что мы с вами в течение всей работы в этом году отмечали уже даже снижение до 7 миллионов. Всего с начала года задолженность горожан увеличилась почти на 10 миллионов рублей. В связи с этим на совещании главы города с руководителями управляющих компаний ТСЖ было предложено отключать должников от подачи ресурсов. Выходить на какое-то большое руководство о том, что при накоплении населения в задолженности свыше трех месяцев автоматически он продлежит отключение. Без всяких предупреждений. Где-то в эту строчку прописать и начать бы действовать. Еще один предложенный метод влияния это сообщать о задолженностях тагильчан на работу и вычитать деньги из заработной платы. К 1 августа в Нижнем Тагеле должны завершить благоустройство нескольких дворов. Об этом сегодня заявили на совещании главы города с руководителями подрядных организаций, осуществляющих реконструкцию территории по программе «Тысяча дворов». В этом году запланировано благоустройство 25 дворов на сумму 105 миллионов рублей. Сейчас уже проведено более 10 аукционов и подписано 8 контрактов. Работы ведутся на 7 объектах в разных районах города. У меня большущая просьба все-таки соизмеряйте свои силы и возможности, когда заявляетесь на новый конкурс. 8 дворов из 25. И сроки, понятно, что в силу того, что отыграли по судебным делам с потенциалом, и вынуждены начинать позже, но времени для раскачки уже просто не будет. Если кто заявляется, то просто движите, так сказать, с ответственностью. Подарок завершения благоустройства двора ко дню города получат жители Гальяна-Горбуновского массива, рудника третьего интернационала, центра города и вагонки. Деньги для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае решили выделить железнодорожники. ООО РЖД открыла счет по сбору пожертвований для пострадавших от стихийного бедствия, а также выразила готовность оказать помощь пострадавшим работникам и пенсионерам железнодорожного транспорта. Кроме того, компания «Российские железные дороги» окажет материальную помощь пострадавшим вследствие стихийного бедствия железнодорожникам и пенсионерам, бывшим сотрудникам железнодорожного транспорта. Первоначальная помощь будет оказана в размере 10 тысяч рублей каждому пострадавшему. Кроме того, Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей выделяет такую же сумму. В дальнейшем пострадавшим железнодорожникам будет оказана также дополнительная материальная помощь в зависимости от объема понесенного материального ущерба. Всю подробную информацию, а также реквизиты банка вы можете найти на сайте ООО РЖД. Спецодежду сменили на вечерние костюмы. В преддверии профессионального праздника на НТМК награждают лучших металлургов. Кого и за что чествовали на комбинате сегодня? В репортаже Ольги Шульги. Глядя на эту хрупкую женщину, сразу и не скажешь, что на ее плечах ежедневно нелегкая работа. Нина Нехорошкова сотрудница доминого цеха НТМК. На комбинат пришла 40 лет назад, по примеру отца. Сначала устроилась машинистом, затем ковшевой. Я обливаю ковши известью. Делаю раствор известьковый, обливаю ковши известью. То есть вы прямо сами делаете известьковый раствор? Ну, все, не сами, не лопаты, конечно, все механическое. И вот сегодня, сменив спецодежду на вечернее платье, Нина Нехорошкова в управлении НТМК. Сегодня ей вручают свидетельства имени первого директора комбината Анатолия Захарова. Награды вручили сегодня еще 25 металлургам, работникам доминого, прокатного и столеплавильного цехов. Все они победители трудового соревнования. На протяжении года сотрудники комбината демонстрировали высокие показатели в работе, внедряли новые технологии в производство. Оборудование примерно сегодня одинаковое у всех. И мы, наверное, даже позже других металлургов начали техническое перевооружение. Нам есть еще что сделать на комбинате. Только за счет людей. Давайте так, уберем людей, и что будет с этим комбинатом. Не будет этого комбината. Конечно, заслуга людей. Заслуга людей, потому что они своими знаниями, своим трудом довели это до таких результатов. Чествовать сотрудников комбината продолжат до их профессионального праздника. В этом году День металлургов будут отмечать 15 июля. Ольга Шульга, Павел Охотников, Игорь Игошин. Новости Тагил-ТВ. Международный день дружбы отметили на вагонке. Праздник для детворы района устроили сотрудники Дворца культуры Окунева. В планах отпраздновать День шоколада, День российского флага и ряд других дат. Все подробности у наших коллег со студии подготовки программ «Уралвагонзавода». Ту-ту-у! Поехали! Бабушки с куклами, родители с воздушными шариками. А дети отправились в увлекательное путешествие на поезде под названием «Дружба». На площади Дворца культуры снова праздник. На этот раз отмечают Международный день дружбы. Праздник этот молодой. Его учредили только год назад. Дружба – это свет и радость. Это песни, игры и мечты. Дружба – это краски радуг. Дружба – это я и ты. Веселили детвору воспитанницы театральной студии «Зазеркалье». Играли в «Змейку», считали, у кого больше друзей, вспоминали героев любимых мультфильмов. Второй раз пришли. Семейный отдых. Хорошо, что праздники такие, что дети хоть участвуют в всяких мероприятиях. Заняться есть, идти тут. Развлечения есть какое-то. Все праздники будем ходить. Взяли специальную программку с этими праздниками и будем ходить на них. Развлекать вагонскую детвору все лето предложил сам генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко. За три месяца каникул работники Дворца культуры и отдела социальной работы проведут 15 праздников. Отметят День шоколада, День кинолога, День российского флага. С удовольствием я хочу пригласить всех. Ну вот сегодня я смотрю уже побольше ребятишек, чем было в прошлый раз. Наверное, уже слух пошел. Мы, конечно, ждем на нашей площади каждую неделю всех ребятишек, которые в этот день окажутся ничем не заняты. Может быть, даже кто-то специально освободит свой вечер для того, чтобы посетить один из наших праздников. И афиши на июль уже расклеены. И на Уралвагонзаводе, и под Зержинскому району. И я думаю, что через пару недель уже появятся афиши на август. Такова была информационная картина уходящего вторника. Далее новости спорта с Александром Сальниковым. Я напоминаю, вы можете стать соавтором наших новостей. Если стали очевидцем уникального или злободневного события, звоните в редакцию по телефону 419551. До встречи.